Здравствуйте! Здравствуйте! Знакомство с творческими людьми – это всегда очень интересно, иногда даже неожиданно. Вот, если честно, с музыкантами общаюсь впервые. Хотелось бы узнать, как начиналась ваша творческая карьера и когда каждый из вас влюбился в музыку? У меня творческая карьера начиналась в Волгограде. Я сам не рязанский. В Волгограде с шести лет. Родители у меня совершенно не музыканты, обычные инженеры. И никаких родственников, музыкантов не было совершенно в семье. Я первый. Наверное, и последний, скорее всего. Родители меня привели в музыкальную школу по классу фортепиано. Совершенно никто не планировал отдавать на галанчене. Это получилось совершенно случайно. В коридоре одна женщина сказала им, зачем вы привели на фортепиано, когда галанчене такой редкий инструмент и мало кто на нем играет. Лучше отдайте на галанчене. И потом первые классы ребенок будет параллельно учиться и на галанчене и на фортепиано. С этого времени у меня началась карьера виончелиста. У меня был хороший педагог, я считаю, по галанчене Сокол Анатолий Яковлевич. Он очень трепетно относился к моим занятиям. И по истечению некого времени у меня началось получаться и первые конкурсы, и удачные. И с этого момента я начал заниматься усиленно творческой деятельностью. Сергей, ваша история? Я тоже попал в эту профессию, можно сказать, случайно, когда пришла пора идти в школу. Встал вопрос, чем заниматься ребенку еще. И мама повела меня в ближайшую музыкальную школу, которая находится в Паревском районе сейчас города. Когда мы пришли на вступительные экзамены, а на вступительных экзаменах, как правило, нужно спеть песенку и прохлопить какой-то ритм. Я достаточно чисто парентонировал песню, точно повторил ритм, и директор захотел взять меня к себе. Хотя мама хотела отдать меня на народные инструменты, что-то типа баяна, потому что гармошки были дома, у отца гитара. Но директор сказал, нет у нас, я даже не помню, то ли нет набора, то ли что-то. Целенаправленно захотел, чтобы я попал к нему. А так как сам он был кларантистом, так что так и случилось, что мой выбор за меня сделали еще тогда давно. Как обычно получается, для музыкантов у них одна дорога в какой-то оркестр? Основная профессия музыканта – это артист оркестра. Нам в дипломе так изначально пишут артист оркестра, ансамбля. Сольных исполнителей их значительно меньше. Тем более на таких инструментах, как духовые, их практически можно по пальцам перечислить. А оркестр – это постоянная занятость, стабильность и большой относительно выбор репертуара. Поэтому работа в коллективе – это основная для музыканта оркестра. Ну как вы попали в Рязанский губернаторский симфонический оркестр более или менее понятно, раз вы родились в Рязани. А вот вы из Волгограда приехали в Рязань специально для того, чтобы в этот оркестр попасть? – Честно говоря, я вообще не планировал, не ожидал. И это счастливый случай на самом деле. Я здесь, я очень рад этому. Я работал и в Волгограде, и в Москве. Мне где-то пару лет удалось там поработать. Но я понял, что это не совсем мой город. И я обратно вернулся в Волгоград. И по истечению некого времени Сергей Анатольевич позвонил в Волгоград. И предложил работать в Рязанском губернаторском симфоническом оркестре. Я с радостью согласился. Почему с радостью? Я в принципе не знал даже где Рязань находится к стыду к своему. На карте. Я ни разу не был в этом городе. И даже проездом. И когда я сюда первый раз приехал, почему-то для меня внутренне здесь показалось все родным. Родным, близким. И в душе я для себя понял, что мне здесь уютно и очень гармонично. Вот. И что касается оркестра, когда я первый раз пришел на репетицию, у меня тоже были те же чувства, такие же чувства, что я здесь свой человек, что называется. Вот. Коллектив замечательный, высокопрофессиональный. И что я думаю, что самое главное все-таки для коллектива то, что оркестр как одна семья. То есть душевное, человеческое присутствует в коллективе. Вот. Это очень редко для симфонического оркестра. Потому что, в принципе, 70 человек, тем более там 100 человек, если в оркестре работает, то бывают люди, которые друг с другом не могут доброжелательно работать. Но здесь такого нет. Здесь единый коллектив, как одна семья. Вот. И мне здесь понравилось во всех отношениях. И я с удовольствием работаю. Вот. С 14-го года я здесь. Вот. Я сюда переехал жить. Уже это окончательно. Вот. Из Волгограда. И мне очень нравится город, люди, которые здесь живут. Очень теплые чувства. Ну, вот я, как человек далекий от музыки, плохо понимаю, каким образом вообще функционирует такой большой организм, как оркестр. Если можно, просветите меня. Ну, когда начинаешь играть, перестаешь задумываться о том, как все это происходит. С одной стороны, можно подумать, что это зависит от дирижера, да, он стоит и руководит. Но, с другой стороны, оркестры существовали задолго до появления первых дирижеров и достаточно успешно исполняли написанную для них музыку. И вообще такая профессия, как дирижер, появилась уже относительно недавно. Поэтому, я думаю, профессионализм музыкантов и общее чувство исполняемой музыки дает тот результат, ради чего все они собрались. Сейчас в филармонии каким мероприятием идет подготовка, что у вас на повестке дня, что вы репетируете? В ближайшее время у нас будут концерты на День славянской письменности в Кремле. Каждый год, 24 мая, собирается тысячный хор и идет подготовка к большому праздничному концерту. На следующий день, 25 мая, у нас будет концерт с музыкой балетов. И дальше у нас будет идти подготовка к большому фестивалю «Кремлевские вечера», который будет, соответственно, проходить в Рязанском Кремле. Ну вот, насколько я знаю, «Кремлевские вечера» фестивали ежегодные, и вам приходится играть на открытом пространстве. Есть ли для музыкантов вообще какая-то разница? Играете вы в концертном зале, либо на улице? Да, конечно, есть разница. Акустически, прежде всего. Потому что одно дело – акустика зала, а другое дело – это открытое пространство. То есть звук, он улетает. Но нас спасает подзвучка, конечно же. И все-таки звукоизлечение немножко другое на открытом пространстве. Вы же уже принимали участие в «Кремлевские вечера»? Да, я принимал, с удовольствием принимал. Для меня вообще это, на самом деле, фестиваль впервые. До этого я вообще нигде не участвовал в таких проектах. И я считаю, что это очень здорово, что в Рязани есть такой фестиваль. И в таком исторически ценном городе почти тысячелетие, тысячу лет Рязани практически, именно в Кремле проходит такой фестиваль. Это замечательно для слушателей, для всех жителей города. Я считаю, надо гордиться, что есть такой фестиваль. А вы уже определились с репертуаром? Что будет в этом году на «Кремлевских вечерах»? Уже начались репетиции или все еще впереди? Да, у нас были репетиции. Это опера «Князь Игорь Бородина». И тоже, да, исторически, если связать все, то это очень гармонично, что мы именно эту оперу играем на этом фестивале. Да, ну, мы как музыканты, нам с репертуаром определяться не приходится. За нас это дело художественное руководство. Ну, что сказали, то есть играем, да? Да, да, да. Но в программу уже этого фестиваля нам, конечно, известно. Фестиваль традиционно открывается концертным исполнением оперы. За время существования этого фестиваля мы уже сыграли «Пиковую даму» Чайковскую, Евгения Негина Чайковского, рахмайного опера «Олега» была. В этом году, как Павел уже сказал, будет концертное исполнение оперы «Бородина» «Князь Игорь». Будет также концерт с одаренными детьми в Рязанской области, не только, что очень здорово, потому что не у всех детей есть возможность выйти на большую сцену, появляться профессиональным коллективом. Это очень хорошая инициатива. Каждый год этот концерт проходит. Далее будет литературно-музыкальная композиция, и традиционно фестиваль будет закрываться большим праздничным концертом 12 июня в день. Еще одно большое событие грядет, да, это 55-летие оркестра. Обычно в день рождения, в юбилеи, принято принимать подарки, а вы, я так думаю, все равно устроите какой-нибудь концерт именно для жителей города. Знаете о том, что и как будет проходить в праздничные дни? Да, это юбилей оркестра будет 15 июня, коллективу будет 55 лет. На моей памяти это первый концерт, такой, так как я относительно недавно работаю в коллективе, юбилейный. Но он будет немножко не такой, как мы представляем себе юбилей, с множеством сюрпризов, эстрадных концертных номеров, разнообразной программой. Этот концерт будет более похож на наши абонементные встречи. В первом отделении позвучит фортепиано-концерт Шопена, приедет играть девочка из фонда «Новые имена» Владимира Спивакова, Варвара Кутузова, а во втором позвучит «Испанская каприча римского горского». Ну вот для вас, как для музыкантов, артистов этого оркестра, вы воспринимаете этот праздник вот как свой, личный? Честно сказать, для нас каждый концерт праздник. Вот, но сама дата, конечно, радует. И это пятерки, да, прежде всего, отлично. И я только могу пожелать всему оркестру творческого успеха и дальнейшего процветания. Вот. И хотелось бы, чтобы вот на «Отлично» мы играли каждый концерт. Ну, мы к вашим пожеланиям присоединяемся. Большое вам спасибо, что сегодня нашли время для того, чтобы к нам прийти в студию. Рады знакомству. Надеюсь, еще не раз с вами встретимся уже в концертном зале. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова